Девушки отдыхают Угу, он значит в квартире подошел, дрова высыпал, смотрит, а там нога, глядь, а она мертвая Кто такая? Я не выяснял, я ломаю кана охрану и сразу бегом к вам Молодец Ага Позвольте Это же Эмилия Штос Знаменитая актриса-синематографа Удар по голове, судя по степени Окоченение, убийство произошло вчера вечером около девяти Череп пробит твердым предметом Встаньте Проходите Тихо, тихо, тихо Вы узнаете покойную? Как ее звать? Это Марфа Курзюмова Соседка Это Эмилия Штос Это кино Эмилия по жизни Марфа Это что, что делает это, а? Так, успокойтесь, подождите Вы, вы, вспомните, пожалуйста Вы могли видеть или слышать вчера вечером что-то подозрительное? Семка приходила Так Жених ее Ругались они Страшно ругались Громыхали Семка какой? Тежлинский Боксер? Ага Чемпион СССР Величина Вроде они редко ругались Я был на его бое с Томпсоном Это был такой бой Вот это дает человек Как он ему... Герой Твой герой актрисе голову пробил Аня, поехали на задержание Степа, допроси остальных соседей Левый, левый, правый, хорошо Поехали Не прилипаем туда Хорошо Левый, правый Пошел Стоп Семенов, иди сюда Так, бойцы Спарин Так, перчатки Попробуй-ка так, по кругу, да? Ваня, собрано Так, держи, 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 вывод Держи Ну что? Эй, эй, вы кто? Посторонним сюда нельзя Добрый день Старший следователь Антонов Что вам надо? Убита актриса Эмилия Штос Что значит убита? Ты что несешь, гад? Ты что несешь? Есть свидетель, который слышал, как вы скандалили Не сдержались, ударили Прямой ли хук справа? Ты чиница жгер О, хорошо Вот это хорошо Тебе только с бабами длиться Вставай, гладиатор Максим, хватит Идем Перед свадьбой у нас была договоренность Что она бросит это свое актерство Мы будем жить вместе Рожать детей Жить простой жизнью Я пообещал, что тоже уйду из бокса А вчера она Сообщила, что Что не может бросить кино Что только там ее жизнь Ну, конечно, мы поругались Но я не бил ее Я любил Марфу Спросите, у кого угодно У кого угодно, это у кого? Да у любого в этом зале Спортсменов я допросила Они за вас горой Может просто бояться? Аня Я кинематографистом А этого в камеру До выяснения Товарищи красноармейцы Капиталисты ведут войну против России Они мстят советской рабочей и крестьянской республике За то, что она свергла власть помещиков Власть царя Власть капиталистов Они помогают деньгами Военными припасами Угнетателям Которые мечтают Восстановить Власть помещиков Власть царя Стоп, стоп Внимание всем Приготовились Сейчас снимаем Камера Камера идет Начали Товарищи красноармейцы Здравствуйте Здрасте Ведут войну против России Они мстят Советские рабочие и крестьян А вы знаете, что актрису Эмилию Что субь Знаю У нас режиссер Зверь Они помогают деньгами Военными припасами И как же вы без нее Снимаете? Она переодела На артистку Степну Вместо примы Он сказал Умерла, так умерла Это ее проблема Кино важнее всех нас Если что-то кому-то не нравится Пусть уходят отсюда Стоп! Что там за шум? Кто там мешает? День добрый Старший следователь Антонов Хочу побеседовать с группой На предмет убийства Актрисы Эмилии Штос Что побеседовать? Он хочет побеседовать Когда снимается кино Вы в своем уме? Дождитесь последнего кадра Вот потом мы побеседуем Так, все по местам Начинаем сцену заново У вас щипачь не настоящая Алексей, что происходит? Я вас просил помолчать Если вы пришли кого-то арестовывать Пожалуйста Дождитесь окончания сцены Если ваш моровихер Так будет чистить баки Его вмиг заметут Алеша Может быть Вы нам покажете Как надо? Белегко Здесь даже толпа не нужна Простите А? Браво! Так не пойдет Нам нужно Чтобы зритель видел процесс У нас конкретная сцена Конкретный сценарий Пожалуйста Продолжайте слушать Ленина Проходите на свое место Они помогают деньгами Военными припасами Угнетателям Которые ведут войска Против советской власти Из Сибири Слушайте, Ленин Дона Северного Кавказа Желаю восстановить власть помещиков Ну-ка снимай, снимай, раздевайся Власть капитанников Роль вора Будете играть в бой Нет, я никого играть не собираюсь Я пришел сюда по делу Я по другой части Держите Скажите, вы были знакомы с Эмилию что-то? Папа Из него снимать не буду Если он откажется Остановлю процесс Каждый день простой Это потеря народных денег Вы, товарищ директор Хотите быть вредителем? Как ваша фамилия? Товарищ Антонов Товарищ Антонов С точки зрения гражданской сознательности Мне кажется, вы просто обязаны Сняться в нашем Паралитарском кино Таким образом Вы продемонстрируете Свою лояльность По отношению к мировой революции И советской власти Соглашайтесь Ну что вам стоит Сняться в нашем кино? Алексей Григорьевич Аверина вас не оставит В покое И нам всем не хочется сидеть здесь Всю ночь Ну же Ну давайте покуражем Преклассно Покуражьте Штос Жила с Даниловым Это режиссер Потом Данилов Сошелся со Степной Это наша актриса Вот Ну потом Данилов Степной Бросил И снова Сошелся со Штос А потом Он ее застал С боксером Ой А когда Что сказал А Данилову Что она хочет кино бросить Ой Докорал Докорал Я боялась Что бы он ссорвёт А боксер что ли? Ну Боксер Что боксер С виду Такой грозный А так дефектификом Не мог он уметь Ладно я так думаю Ну все Пойдемте Пойдемте Ну что Товарищ режиссер Принимайте работу Если б не знал Что милиционер Точно подумал Что вор Хорош Приготовили съемки Внимание Илья Дмитриевич Вы где? Илья Дмитриевич Илья Дмитриевич Ну что вы все время В кустах сидите Давайте камеру Камеру С дебютом На нее На нее похоже Но крупные планы Все равно не слышат Ну а как обойтись Без крупных планов Как? А боксер Боксер Он все таки ее любил Да? Да А я слышала Что они часто ссорились Чуть что не по его Сразу кричит Он же как огонь Ну я не знаю Не знаю А я знаю Я пожалуй пойду Так скоро? Да пора Очень жаль До свидания Новости Свежие новости 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 подходим Свежие новости Новости Свежие новости Свежие новости Товарищ Антонов Это к вам По поводу убийства День добрый Добрый день Меня зовут Эйгинсон Я простой Портной Я шлю для Артистов Министров Бургомистов И марксистов Вишитник Я изготовил Свадебный наряд Для Эмилии Штос Актрису убили А ее жених У вас Конечно возникает Резонный вопрос А у кого Эйгинсон Получит свой Гонорар 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 волнует всех Да Пройдемте Дело в том Что по уговору Расплатиться со мной Должен был ее жених Но когда я при восплате Его уже не было Они поругались Ну а просить деньги У актрисы Ну мне уже Конечно было неловко Мы даже Отложили примерку Когда вы в последний раз У нее были? Вчера Прошу вас Получается вы были У гражданки Штос Незадолго до убийства? Получается что так Я вошел в парадную А навстречу мне бежит Господин боксер Чуть с ног не сбил Я говорю Вечер добрый Господин Тяжелинский А он даже не остановился Видимо спешил А скажите А как Эмилия выглядела? Как всегда Прекрасно Нет Вас спрашивают В каком она была настроении Она была взволнована Спасибо большое Товарищи Агентсон Вы можете идти Что значит Идти? А деньги? Оставьте заявление У дежурного Мы решим что делать Фу Спасибо Это же все меняет Кореневым образом Судя по характеру Нанесенных повреждений Убийство было Непредумышленным То есть Произошло случайно И в состоянии аффекта Эмоционального возбуждения А если Тяжелинский ушел То вряд ли он вернулся Чтобы убить Для этого нужны Серьезные причины Штоз получала Большие гонорары И имела сбережения Спортсмену не было Смысла ее убивать Во всяком случае До свадьбы точно Если только в приступе ярости Тогда его нужно отпускать Да пусть сидит До выяснения За что? А если он все-таки вернулся? Максим Мне кажется Вы ему достаточно отомстили Да при чем здесь? Я согласен с Максимом Если мы выпустим Спортсмена То настоящий убийца Поймет что опасность Неменовала И может скрыться Ну конечно Максим Товарищ в субботу Просит подняться День добрый Да Максим Не подозревал я Что у тебя такой талант Вот товарищ Данилов Просит отпустить тебя На съемки Чего? Ну в связи с тем Что Эмилия Умерла Пришлось Роль главной героини Обрезать Переписать сценарий И увеличить Вашу роль Роль вора Да теперь Это не просто Персонаж Мелкий Шпана Это романтический Главный гер Так Мне звонил Сам Луначарский Нельзя подводить Кинематографистов Конечно неприятно Что советский милиционер Должен играть Жулика Но Как говорится Ради искусства На что не пойдешь Так что идите Максим Я даю вам отгул Иннокентич Оплачиваемый И не спорьте Идите снимайтесь Спасибо товарищ Субботан Все Смысл сцены в том Что наш герой То есть вы Всегда находясь рядом С главной героиней Не могли объясниться С ней в любви Но когда у нее появился другой Вы опомнились И решились поговорить Вы же сказали Что я буду играть вора Вора А что вор не может любиться в девушку Послушайте Молодой человек Ваш комиссар сказал Что вы в моем полном распоряжении Так что делайте то Что я говорю Итак Наш герой решает Подойти К девушке И вот тут можно На колени встать Оставьте этот дешевый фарс Милочка Не лезьте куда не требуется Встаньте на точку И говорите Монолог Я тебя прошу Для тебя это неожиданно Но приятно И все это не всерьез Всем все ясно? Начали! Мы красные кавалеристы И для нас Блинки Речистые Ведут рассказ Полагают рассказ Стоп! Стоп! Что это за текст? Что это за текст? Что? Что вы говорите? Что это происходит? Ну то кино немое! Немое? Да, кино немое! Но мы не можем Обманывать зрителя Но недалек тот день Когда звук Звук появится в кинематуре Илья Дмитриевич Так вот Это же сейчас Уже соединят И этот фильм Можно будет озвучить Артикуляция Должна совпадать Мы не рекламный заказ Снимаем до лотареи Мы снимаем кино Которое будут смотреть И через сто лет Так, кому там смешно? Кто здесь смеялся? Вам смешно? Так Извольте узнать почему Вы кто? Вы ремесленник Не разбирающийся в искусстве Уволенный Так, иди сюда Иди сюда! Встань на его место Пошел вон Иди сюда Пока Солнце не зашло И сердце Бьется часто Выучите мы наук Перерыв Гримеры позовите Начали? Митя Ну ты же знаешь Я влюблена Я знаю Я знаю Я знаю Какие книги ты любишь Какие стихи читаешь Какие спектакли смотришь Я знаю Что ты любишь яблоки И ненавидишь огурцы Я знаю Что твой отец погиб И что твоя мать Живет с другим Я знаю Стоп! Я знаю Я знаю Вы что? На похоронах? Что не так? У вас жена есть? Нет А девушка? Но вы хоть в кого-то влюблены? Зачем вы вообще живете? Ну вот живу Вообще одна девушка нравится Ну вот Вот Подождите Представьте Что вместо этой Катьки Она ваша дама Ваша И вы ей говорите Я знаю Я знаю о тебе все Я знаю Какие книги ты любишь Какие стихи читаешь Я знаю Какие спектакли ты смотришь Я знаю Что ты любишь яблоки И ненавидишь огурцы Я знаю Что твои родители погибли Я знаю Что ты не боишься грозы И любишь гвоздики Только я знаю Какая-то особенная Как ты отличаешься Ото всех Кто бы он ни был Я люблю тебя больше Я очень тебя люблю Отлично Илья Анатольевич Илья Анатольевич Снимаем Без репетиции Как уже? Снимаем Снимаем Илья Анатольевич Включайте Ой Мне так не хватает Марфа Мы с ней вместе начинали В театре Паралиткульт Я была прима Она танцовщица Да, я знаю Актриса редко дружит А у нас вот На все жить Я и говорила Чтобы она Не связывалась С этим боксером Говорят Чтобы не могли Поделить с ней Режиссера Это Данилов Вам сказал О Хвостун Я вас умоляю Данилов Он помешан На кино Чтобы надеяться С ним на серьезные отношения Необходимо быть Круглой дурой Нет Мы с Марфой Никогда никого не делили Девушка не может Проявлять инициативу Она должна ждать Ждать Когда ее выдур И если всех отвергать Можно остаться одной А одной очень тяжко Конечно И Данилов Вариант По крайней мере На какое-то время Но Он точно Не повод Для ссоры Остановить Ну что До свидания До завтра Трогай Пойдите Я знаю О тебе все Я знаю Какие книги ты любишь Какие стихи читаешь Какие спектакли смотришь Я знаю Что ты любишь Яблоки И ненавидишь Огурцы Я знаю Что твои родители Погибли Я знаю Что ты не боишься Грозы И любишь Гвоздики Только я знаю Какая ты особенная И как не похожа На остальных Кто бы он Нина Я люблю тебя Больше Я пожалуй пойду Анна Андреевна Я в принципе Уже все закончил Так что думаю На следующей неделе Вы сможете получить Разрешение на опеку Спасибо До свидания Это работник социального комитета Он мне помогает Удочерить Оленку Помнишь Девочку У нее маму убили Он приходил Проверял Жилищные условия С соседями Разговаривал То что ты говорил Сейчас Это Это правда Соседями 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 Доброе утро Доброе Поможешь мне платье выбрать Хочу надеть Угу У меня их целых Три Так Есть такое Потом Второй вариант Угу Еще такое Угу Голубое Угу Оно почти новое Я его не носила Видишь Его самой не снять Не надеть Помощник нужен Ах Так Где рукомойник Там Подожди А соседи что подумают Ну что надо То и подумают Угу Угу Доброе утро А где платье Штоз? Не знаю, что. Там пуговицы точно такие же. Давай быстро к Мефодию. Порядка к этим артистам. Здравствуйте. Мефодий Ванч, я к вам. Мефодий Ванч, я к вам. Любовь. С кем? С Максимом. О, привет. Привет. Как дела? Да не успеваем еще. Да получится. Правее ставим. Где свадебное платье Штоз? Анечка, вы прекрасны. Оно у вас? А что такое? Вы можете снять отпечатки пальцев с пуговицы? Попробуем. Тот, кто оставил эти отпечатки, тот и есть убийца. Ага. Опять вот со своими щитами. Потом подпишу, потом. Что-то вы рано, малыши. У вас сцена вечером. Разве? Значит, вечером приду. День добрый. О, здравствуйте. Как проходят съемки? Сегодня у нас последняя сцена. Вы подготовились. Готовлюсь. Люба, косынка готова? Катя, например. Например. Иду. Да, кстати. Сегодня вечером банкет. Вы же придете? Обязательно. Я буду ждать. Девочки, вот эти шляпы, пожалуйста, они помогают. Шляпа. Спасибо. Спасибо. Кукаряку, доброе утро. Вы бы еще ко мне в кабинет приперлись. Слышь, старший, мы тут посовещались. Ну, это, деньги-то кончили. Ходим снова к тебе в банду. Чего? Давай хранилище возьмем. Ну, придумай ты что-нибудь. Ну. Не, братаны, все. Я больше на эту дорожку не веруюсь. Теперь я счастливый человек. Бывайте. Давай. Есть совпадение. Образец номер четыре. Отлично. Тяжелинского надо отпускать. Ну, отпускай. Я на задержание степной. Нет, Леонид Ильич, нет. Кровать и окно в кадре. Здравствуйте, барышня. А шкаф выбираем людей. День добрый. Вы догадались. Да. Где она? Позвольте. Давайте с вами снимем последнюю сцену. Нет. Ну, подождите. Я прошу вас. Нам же нужно закончить фильм. Мы столько работали, и всего одна сцена. Хорошо. Внимание! Приготовились. Ада Семеновна! Машенька, пожалуйста. Артиста на грим. Ждите на выход. Я отмечу. Давайте камеру. Тяжелинский. На выход. Вы свободны. Спасибо. Внимание! Камера! Камера идет. Начали! И поцелуй. Какой поцелуй? Обыкновенный поцелуй! Обыкновенный! Это финальный кадр фильма! Послушайте, мы так с вами не договаривались. А наш ум... Это потом! Потом! Да ладно тебе, не бойся. Я не кусаюсь. Камера! Снимай, снимай! Отлично! Отлично! Снимай! Снимай! Отлично! Стоп! Взята! Поздравляю всех с успешным окончанием съемок! Поздравляю! Гражданка Степнаева арестована. С каких-то пор у нас за поцелуи арестовывают? Эй! Что вы делаете? Вы арестованы за убийство артистки Марфы Курдюмовой. Да вы что, с ума сошли? Я никого не убивала! Спокойно, товарищи! Оставайтесь на своих местах! Ответите мне все за это! Пустите! Отойдем. Вы знали, что она убийца? Да. Откуда? В тот вечер я был Марфы. Она отказывалась сниматься из-за своего этого боксера. А у меня фильм погибал, понимаешь? Фильм! И как вы ее уговорили? Сказал ей, что ее жених спит со станистской Беловой. Это правда? Какая разница? Правда, неправда? Мне было важно, подействует этот разговор или нет. Я поднялся выше по личной площадке, сел у окошка и стал ждать. Естественно, пришел этот спортсмен-придурок. И они разругались. И она его выставила. Потом пришел в портной, принес платье. Я уже начал спускаться и чуть не наткнулся на Катьку. Две актрисы. Одна из которых играет главные роли постоянно. А другая мечтает их ссорить. Не зная, что между ними произошло. Короче, она ее грохнула. Почему вы мне сообщили в милицию? Послушайте, если бы вы ее забрали, как бы я снял кино? Сокрытие преступления – это соучастие. Это статья лет на десять. Послушайте, я снял фильм. Вы сядете. Товарищ, товарищ, подождите. Мы с Марфой на выставке в Париже получили медали за последний фильм и по статуэтке. Ну, такая нимфа с крыльями. Катька, когда выходила, она в руках ее несла. А потом выбросила мусор. Я в окошко видел. Значит, Степная убила Марфу статуэткой? Что же вы раньше не сказали? Ну, вы нашли ее. Там кровь-отпечатки. Это же улика. Вам вручили две таких статуэтки? Да. Одинаковые? А ваши где? Здесь. Принесите. Сейчас. И вот и закончили. Ну и хорошо. Рада Семеновна, а чем вы кровь изображаете? Все равно чем. Кино-то черно-белое. Ну, а в театре? В театре. В театре акварельные краски, растительное масло, можно сахарный сироп. А я только никому не говорю. Использую бычью кровь. А до Семена можно я возьму? Мне для дела надо. Ну, если для дела, то бери. Спасибо вам. Тяжело. Такой башку пробить, как пить дать. Степная знает, что их было две. Мы с ней не говорили, я не показывал. Так в сундуке валялся. Заберу. Да я ее не убивала. Мы подруги. Да, да, подруги. Но вы всегда были на вторых ролях. Всегда ей завидовали. И тут удача поворачивается к вам лицом. Эмилия говорит, что выходит замуж и уходит из синематографа. Вы же с Даниловым любовники. Дура. И вот, наконец, режиссер отдает вам все главные роли. Вы на седьмом небе от счастья. Вы бежите к своей подруге, чтобы помочь ей примерить платье. И тут она сообщает вам, что передумала и решила остаться. Не выдержали, да? Ударили? Болтовня. Ваши отпечатки на пуговицах в ее платье. А это ничего не значит? Вы не докажете. Докажем. На статуэтке кровь убитая и ваши пальчики. Лучше признайтесь, меньше получите. Грот. Ну да, не красавица. КОНЕЦ КОНЕЦ Ань, подожди. Да этот поцелуй ничего не значит. Это же для синематографа. Я ведь помню, как ты пришел к нам в отдел. Прекрасно помню. Одну обнял, вторую поцеловалась, третью потанцевал. Еще ко мне пытался. Я думала, ты изменился. Господи, какая же я дура. это факт. Я люблю тебя. Как же твоя девушка? Я тебе сто раз говорил, я ее выдумал. Я тебе не верю. Кто такой подкидыш? КОНЕЦ КОНЕЦ О, смотри, земляника, Шкет. Давай вылезай. Как зовут тебя, малец? Мишка. Ты чей? Земляника будет звать тебя подкидыш. Накормим тебя, обогреем. Будешь у нас в форточке лазить. Я не знаю. Отъедешь. Тихо, Ляру. Тихо. 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 Гони быстро. Тихо. Подними его. Сидеть, Ляру. Ну, зарастай. Подкидыш. Да пошел ты. Где мои деньги? В Волхве на дне. Земляника думает, что ты врешь. Но это не важно. Те деньги значения не имеют. Приведите этих фраеров. Вот. Они мне все рассказали. Скрыть хранилище комиссаров со всеми цацками, рыжьем, монетами. Умно. Молодец. Не зря я тебя воспитываю. Я с этим делом завязал. Земляника думает, что опять ты врешь. Но это теперь не важно. Важно, что мы теперь пойдем на дело. На месте. Да. Склад под усиленной охраной. Его теперь не взять. Земляника тебя вырастил. Воровскому закону научил. И я твое мудро знаю. Не взять. Это же не твое слово. Ты все можешь. Надинамить. Кого угодно кинуть. И что угодно вскрыть. Не жадничай. Там же всем хватит. Ладно, земляника твоя взяла. Поймал ты меня. Возьмем складуху. Ну, кушь пополам. Отпусти ее. Обожди. Отпусти. Обожди. 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 Когда возьмем. На дело. Идем завтра. Нет. Надо подготовиться. Мне еще пару раз надо на склад пройти по пропуску. Все проверить. Земляника. Отпусти ее. Даю три дня. Девка будет у нас. Если только попытаешься нас сдать, ей лично можно перерев. Понял ты. Земляника, ей надо выйти. Иначе в мусар не заподозрят. Отпусти ее. Это твоя проблема. Если только заметим, что ты спрыгнуть собрался, девку твою по кругу пустим. А потом в реку. Живем ее в реку. Поехали. Да, да. Потом уже давно стол накрыл. Выстояло все. Трогай! Прости. Раскололся я. Более нетерпения имею. Ну, били его. Ну, человек, били. Ай. А может, оно правда? Люди творят серьезные. Возьмем больше и потерям лучше. Лохи вы. Как только возьмем куш, они всех убьют. Валите как можно скорее. Утекайте, утекайте. Ну, садись. У тебя все равно не бросят. Подыхать так с мужикой. Да, и все вместе. Садись. Вы кого-нибудь по кличке Батон знаете? Я первый раз в жизни слышу. Осень сказал, что они поехали к какому-то Батону. В Новгороде такого нет. Значит, местный? На шпану науськать. Пусть найдут мне этого Батона. Да, иди сюда. Продолжение следует... Едем в Кирку. Я землянику знаю. Ему верить нельзя. Убьет он Аню, а потом и нас. Ну и что надо? Найдите батона. Если понадобится, дам еще. Наймите кого угодно. Хоть всех уркаганов города. Когда найдете, выясните, где он держит девушку. И сообщите мне. Твоя, что ли? Моя. Так найдем. Держи, я сказал. Ну что, босики. Смажем подошву? Завтра земляника попросит показать планы. Давай впарим ему фуфловый план. С ним не прокатит. Придется снова идти в хранилище. Спасибо вам. Слышь, давай без соплей, а? А, это ты, Макс. А я думал, Анна. Не могу ее найти. Отпросилась к родственникам на пару дней. Так она же сирота. Так в том-то и дело. Тетка нашлась. Поехала проведать, познакомиться. Ага. Иннокенч, мне тоже отгул нужен. Нет, не могу отгул. Тут срочное дело. Раз Анны нет, значит, ты займешься. Да не могу я. В архив надо. Срочное дело. Что сейчас не могу? У нас ЧП. Давай отправляйся на дело. Степа и Мефодий уже в машине ждут. Да пошел ты. Вы что себе позволяете? Старший следователь Антонов. Тут вам не Новгород, а Колумбель революции. Если вы сейчас уйдете, считайте себя уволенным. Без выходного пособия, без характеристики. Сдать оружие и документы, если вы не хотите подчиниться приказам начальника. Извините, Пантелеин Айкентич. Вот так вот. Был неправ. Что у вас за дело? Что у тебя с лицом? Чайки низко летают у вас в Колумбеле революции. Смешно. Слушай, тут такое дело. Найден мертвым некто Фефель, маг и предсказатель. Понимаешь, личный медиум жены Зиновьева. Она в растрепанных чувствах, понимаешь, в шоковом состоянии, не знает, как жить дальше. И что? Да ничего. Смерть, понимаешь, подозрительная. Сам товарищ Зиновьев лично просил разобраться. Айнекенович, ну какой мак, а? Ты опять начинаешь, да? Здравия желаю. Где труп? Вон там. Но там опасно. Да. Айнекенович, ну какой мак, а? Айнекенович, ну какой мак. Айнекенович, ну какой мак. Ползла? Да, за шкаф. Скорее всего, убийство. Здесь небольшая ранка около уха. По всей видимости, от укуса змеи. О, но до этого кто-то оглушил жертву ударом по голове. Я открыл дверцы террариумов, видимо, чтобы гады убили хозяина. По всем признакам, смерть наступила в результате действия яда. Товарищ, пригласите свидетеля. Принесите, пожалуйста, стакан воды. Бедняга умер нескоро. Корчился в судорогах. Отсюда и беспорядок. Вы свидетель? Я знаю, кто убийца. Вы кто? Я бухгалтер. Вел дела Тараса Богдановича. И кто же убийца? Гадалка Сапфирова. С чего вы взяли? Понимаете, они переманивали друг у друга клиентов и называли соперников шарлатанами. Вот. Я сам слышал, как они ссорились. И Сапфирова однажды сказала, вот я разозлюсь на тебя, заговорю твоих скорпионов, они тебя и сожрут. Так и сказал? Так и сказал. Вот видите, сожрали. Да уж. А в чем смысл соперничества? Спасибо. Билеты уже проданы давно на представление. А победитель получает не только главный приз, но и вот всех собравшихся клиентов, которые в зал пришли. Кстати, а представление должно уже было начаться. Ну что, отпечатки четкие. Надо бы эту Сапфирову дактилоскопировать, но осторожно. Чтоб меня заподозрило. Ясно. Слушай, Степа, у меня дело срочное. Возьми на себя это Сапфирова. Только в субботе не говори, он сегодня не в духе. Ладно? Спасибо. Уморка. Вот. Три батона. Спасибо. Здесь распишитесь. Здесь распишитесь. Других батонов у нас в карточеке нет. Посмотрите, может, где я завалялась. Молодой человек, я работаю в архиве уже 20 лет. Еще при государе-императоре я поступил на эту службу. И с тех пор держу этот архив в полном порядке. Товарищи, время истекло. Мы больше ждать не можем. Тарасу Фейфелю за неявку на соревнования объявляется поражение. Такой был уговор между предсказателем и гадалкой. Денежный приз достанется победителю. Товарищи, представляю вам гадалку целителя, академика Парижской школы медиумов, прорицательницу и заклинательницу Маргариту Сапфирову. Здравствуйте. Уважаемая Маргарита, зрители ждут от вас чудо. Чудо, 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 чудо. Я не фокусник, не иллюзионист. Чудес показывать не буду. Я разговариваю с душами умерших. Я узнаю судьбу людей по предметам и до геротипу я. Исцеляю методом очищения души. Я нахожу пропавших. Способность первая. Если у кого-то есть предметы, или вещица, принадлежащая пропавшему человеку, я могу сказать, жив он или мертв. Есть желающие? Есть. Идите сюда, молодой человек. Ну, идите, не бойтесь. Стакан не лапайте. У этого стакана... было три хозяина. Один пропал. Другой уехал. Третьего отравили. Вы... Вы о ком хотите узнать? Я? Это принадлежит... вашему родственнику. Знакомому. Что вы хотите знать? Вы где это взяли? Где вы это взяли? Нашел. Отлично. Есть четкие отпечатки. Поддержите. Ну, Степа, теперь вы поняли, что эти медиумы ничего не предсказывают. Наугад предложила три варианта в надежде, что один из них попадет в цель. И тут промахнулась. Фейфель никуда не уезжал, не пропадал, и его не травили. Ну, чего? Жулика по кличке Батон в Питере нет. Есть Батончик, Булка и Калач, но они не в деле. Придется сдать землянику и всю его кодлу ментам. Вали. Другого выхода нет. Какой план? Должны подготовить ограбление, заманить их в хранилище и сдать их в субботе. Обязательно с поличным. Как только отдел их примет, кто-нибудь из них обязательно расколется и расскажет, где они держат Анну. В таком случае ты погоришь. Да плевать! Миша, позови Курюка. Ага. Здорово. Здорово. В хранилище есть что отнести? Иду в ту сторону, могу захватить. Ну, так-то есть. Лень оформлять, я завтра сам. Да я не тороплюсь. Дождусь. Ладно. Пятнадцатый пункт отмечаем. Отправка завтра ничего не изменилась? Да, ничего не изменилось. Ну да. По этой улице пойдут два грузовика с добром в сопровождении легковой с конвоем. На всю колонну мусоров восемь человек. Включай двух водил с пистолетами. У остальных винтовки. Устраиваем засаду, разоружаем конвоиров и спокойно угоняем грузовики. Грабить можно только здесь. В километре уже поезд, куда они загружают ценности. Поэтому только тут. Да, мокрые идем. Ни в коем случае действовать будем строго по плану. Так мы не одни. А план должен быть один. Подожди, а что так мало-то? Эфир заканчивается. Только на нужды больницы осталось. Через неделю приходи. Понятно. Слушай, еще керосин нужен. Стоять! Вы застегнуты на месте преступления! Эй, подожди! Не арестованы! Вы арестованы! Эй, что? Слегна пошел! Эй, вы! Эй! 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 О! Продолжение следует... 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 Субботы соедините, пожалуйста. Ну и где твои ментяры? Время вышло. Рот закрой. Значит так. Объявляй тревогу. Звони в общежитии. Весь личный состав ружьё. Я в гараже буду через 10 минут. Понял? Давай звони в общежитие. Всех собирай. Девушка, соедините с общежитием. 2-1-0-3. Ну что, сука. Сдать нас решили? В Калаву их отекаем. Вы чего? Да вы чего? Привет. Паразит, а. Ну что, пойдем оттащим. Эй! Эй! Не дергайся. Пусть этот идёт к остальным и скажет, чтобы все выходили и сложили оружие. Не шути так. Нас много. Перебьём всех. Пусть идёт, иначе тебя убью первым. Быстро! Наполняйте. Наполнять. Дернитесь по дороге. Дернитесь по дороге. Дернитесь по дороге. Теперь главное, чтобы всякая она сумела. Погляли. О! Ну чего, успел? Успел. Молодец. Подожди, стой! Ты что орешь? Эти уехали, а мы... Ну чего? Да не забудете! От нас, басота, мусора! У них гранаты и все наше оружие! Рупорт дай. Именем революции приказываю сложить оружие! Иначе по закону революционного времени вы будете уничтожены! Хрен тебе! Да пошел ты, падла мусорская! Начинайте штурм! Давай, Максима! Наши в имени брать? А как наших уберечь? Они карсинал! Так, давай за мной! Ну чего? Мы ее нашли! Вмых по кличке отец! Она у него дома! Где? Улица связи, дом 10! Сопля, быстро беги к ментам! Скажи им адрес! Поехали! Последний раз предупреждаю! По закону военного времени приказываю сложить оружие! Стюпа! Стюпа! Давай! Двое на первом этаже, один на втором, и с дамочкой! Погоди здесь, мы этих вырубим, а ты шуруй наверх! Держи, Книда! А вот и мой мальчик! Привет! Отпусти я! Земляника, думаю, ты умнее! Отпусти ее! Отпусти ее! Земляника слово держит! Раз сказал, что девка умрет, значит, она умрет! Отпусти ее! Ты не стреляешь в ныде! Земляника это знает! Отпусти ее, я выстрелю! Хорошо! Отпусти ее, я выстрелю! Я выстрелю! Ты не стреляешь! Аня! Врача! Срочно! Врача! Срочно! Уходите! Нет, кто с тобой? Слушай, Евгений, я сказал уходите! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все будет хорошо Врач сказал, что теперь все будет хорошо Кто ты? Человек Кто ты? Я потом тебе все расскажу Отдыхай Отдыхай В порядке Ну ты герой, а? Ну удивил так удивил Виртуозная операция Нет, я конечно всегда знал, что ты следователь высшего класса Но что в банду внедриться, даже в голову не приходило Нам-то мог сказать, мы могила Вас как зовут, товарищ? Алексей Чернов Значит так, товарищ Чернов Анна Калинина наш боевой товарищ Вы за нее в ответе Конечно Поехали все расскажешь Субтитры создавал DimaTorzok На орден тянет Ну, мне когда твою записку зачитали Я сразу Степу вызвал Взял отделение бойцов Ну и на строителей 19 А там стоит наш фургон И оттуда прям по нам лупит Ну а как их, измором что ли брать? Пришлось всех перестрелять И что, всех убили? А потом к нам мальчишка прибежал Ага, сказал адрес Там нашли двух связанных, оба живые И труп на втором этаже А один из выживших, Батон, нам про Анну рассказал Но Батон меня не видел? Не видел Но до сих пор уверен, что ты жулик Я поработал с этим Батоном Он, оказывается, с земляникой В одной пересылке сидел Удивительное дело, Максим Они нисколько не сомневались Что ты жулик по кличке подкидешь Батон даже рассказывал криминальные истории И жизни этого персонажа Рыжков Бандит и сыщик в одном лице Как вам это удается? Собирайтесь, у нас новое дело Это что? Да Да, товарищ Антонов Мы вами гордимся Я думала, он меня убьет А он Марту Еще эта ужасная маска Какая маска? Как из кинофильма Зоро Скажите, пожалуйста До приезда милиции Вы ничего здесь не трогали? Мебель не переставляли? Соседи ничего не видели Кто бы сомневался Сомневался Ограбил вас новичок Схрону он искать не умеет Взял только то, что было на виду Непонятно только, зачем убил кошку Так найдите Есть лаичок Найдем Ну что? Работал явно без наводки Выбрал дверь, что побогаче С одной фамилией на косяке Кокаинист или морфинист Когда у них ломка Они идут на все, что угодно Нам нужен список похищенного Будьте любезны Да Как кошку звали? Марта Неприятный тип Да Что будем делать? По ломбардам и скупщикам Новичок в ломбард не пойдет Побоится А вот на рынок, скорее всего И там попытается продать Наверное, продал уже Там добра-то Стойки на нос Кроме ломбардов Ничего на ум не идет У меня только один вопрос Зачем грабитель кошку убил? С точки зрения преступника Это совершенно бессмысленный поступок Я понимаю собаку Собака может напасть Покусать Кошку зачем? Допустим Допустим, садист Почему он тогда женщину не убил? Здесь что-то не так Да при чем тут кошка? Мы серьезными вопросами занимаемся А ты про кошку А может у него привычка такая Каждый раз кошек убивать не думал? Я все прекрасно понимаю, товарищ Антонов Вы герой и так далее Но нам не до шуток Я по ломбардам шнырять не собираюсь Без меня Адье Вот пришло благодарственное письмо От Ленинградского отделения Посмотри, Миша, что пишет Дедка наш Максим Внедрился в бану земляники Выманил их в Питер И уничтожил всех бандитов Прямо на месте преступления Ну, якобы земляника Хотел ограбить хранилище НКВД Ну, что скажете? Звучит неправдоподобно Земляника никогда не сунулся В Ленинград сам по себе Это раз А Антонов внедрился в банду Земляника знает его в лицо И тот ее убрал в прошлом году Как он мог внедриться? Андрей Кузьмич, я все Ну, все, так спасибо Спасибо, Дню Вот и я так думаю Откуда у нас Марта? Я прекрасно помню Ровно год назад Я нашла ее на улице Тут, недалеко, рядом с домом Ну, а может быть, соседи жаловались? Может быть, мяукала громко Или в парадной нагадила, а? Я не поняла, а вы что? Не заметили, что у нас в подъезде Этот стойкий запах кошачьего? Ну, вы понимаете Ну, Марта Что вы? Нет Ее все очень любили Даже муж Хотя он изначально был против Ну, а других случаев не было? Ну, чтобы кошек убивали Спасибо Если вы что-то вспомните Позвоните в отделение Странно А почему вы все время спрашиваете про Марту? Где она тут совсем ни при чем? День добрый Гражданин товарищ Купикис Крысолов в четвертом поколении Не похож он что-то на крысолов Дохлый какой-то Ошибаешься, прохожий Был парень по материнской линии Крысиного короля заброшенный От этого и Силовых Потомствия необыкновенная Да купикиста Кушки чистые Квошек нет Что же за кошка без бложки? А сами давно кошками занимаетесь? С детства Всю жизнь при кошках Не слышали, чтобы кто-нибудь специально кошек убивал Псих какой-нибудь там убил, тут убил Молва пошла, не слыхали? Это что? Не, бывают отдельные случаи Там Собаки рвут, это так Повозка переедет Или мужик пьяный камнем зашибет Так, чтобы специально А что случилось? Да потерпевшая одна Бездомного котенка нашла Вырастила его А какой-то урод взял и убил Сволочек Да, вот такой породы Не слыхали? Нет Таких кисок на улице не найти Ты что? Знаешь, сколько она стоит? Это сиамская кошка Необыкновенная Потому как породистая Люди специально таких разводят Чтобы деньги зарабатывать Дамочкам такие кошки нравятся Да вы ошиблись Посмотрите внимательно Да нет, точно такая порода Ну, я не знаю У нас заводчица, которая их разводит Одна на весь Ленинград То есть такую кошку на улице найти невозможно? Да вы что? Никогда А где заводчица живет? В детском селе Любезный, черканите адресовочек А что черкать-то? Так запомнишь? Красный псорь, дом 3 Спасибо У меня есть разрешение Да я не по этому поводу А сиамские котята есть у вас? Вот через месяц будет помет Сиамов я продаю в основном в Москву и Финляндию Раньше приезжала англичанка Милия есть Запишите, пожалуйста Постыли? Это хроническая Доктор говорит, что это от кошек Новые научные исследования Какая-то аллегрия Я ему не верю Я ему не верю Ужасная Благодарю Вы должны на нее поверять, товарищ Антонов У меня приказ товарища Субботы А она самостоятельно собралась и решила уходить А швы-то могут открыться Я вас понял Ей неделю нельзя никуда выходить Я ей забрал одежду А она ругается Привет Ты помнишь девочку Оленьку? Я оформила документы на ее удочерение Мне ее завтра должны отдать Если я ее не заберу Дет-приемник расформируют Отправят ее в детдом Или вообще в другой город А если документы оформлены Они не имеют права? Там очень строгая директриса Она считает, что я слишком молодая Профессия у меня мужская Она вообще не хотела подписывать документы И вам она все подпишет Тебе надо найти Федора Ступина Помнишь, мой молодой человек Который у меня был Он наполномоченный социального комитета Тебе надо отдать ему документы Они у меня на столе лежат И покажи ему удостоверение Он тебя вспомнит Он поможет Пожалуйста, забери Олю Хорошо, я все сделаю Я даже не знаю, как тебя зовут Я все сделаю Здорово, Уркаганы Здорово, ну че, как Милка? Нормально Есть работа Надо пробежаться по этим адресам Найти людей и узнать, есть ли у них кошки Че за кошки? Сиамские Че-то неразборчиво Социалистическая, дом 5 Некто Силантик Улица Некрасова, 14 Пивоварова Улица Герцин, дом 3 Страуп Шестая линия, дом 8 Ладно Держи Да не надо Держи, не надо Пригодится Ну че, пошли Так, еще погоди Вась Сам ты Вася Он Кармен Какой еще Кармен? Кармен имя женское А он Вася Вот Василий Васильевич Ковалев Э, Танда Я твое дело нашел Можешь почитать Ну судя по всему Ты не умеешь Мне рассказали Что на улице Красных Зорей Есть школа для беспризорников Называется Школа имени Тургенева Шкит Могу отвезти Да больно надо Ну как хотите Крюков Семенов День добрый Здравствуйте Я по поручению Ани Она попросила, чтобы вы поспособствовали удочерению девочки Оли Я вас не знаю С какой статьи я должен вам верить Я показал удостоверение Ну и что? Послушайте, она ее все равно удочерить Даже если мне придется откусить вам ухо Ясно, пионер? Слова подбирайте Вы пакостите Потому что она выбрала меня, да? Кузнецова! Труба! Никитин! Барабах! Тихомирова! Труба! В какой больнице она лежит? На Володарскую Вечером приходите в детприемник Я буду там Если она подтвердит ваши слова Заберете девочку Спасибо Здорово! Здорово! А тебя как зовут? Сам не знаю Миша, Максим Подкидыш Вовремя не определился Вот теперь гадаю Но пока, Максим Ну чего? Значит так, Максим У людей из того списка Кошки на месте Кроме Силантьева У него кошки нет Дворники И шпана подвальная Говорят, что отрадясь не было Так, может, врут или не знают Они что, за ним следили, что ли? Да Силантьев футболист Его весь Ленинград знает У него баба была Он ее выгнал Сейчас новая Но редко появляется А вот кошки не было Ну и на том спасибо Ты про школу говорил? Как туда попасть? Через дверь Придешь, скажешь Учиться хочу Я Вася Ковалев Примут, никуда не денутся Че-то боязно Кому? Тебе? Не болтай И шпану свою захвати Пусть тоже учатся На, не пойдут Пойдут На тебя посмотрят и пойдут Там курить нельзя Курить бросать надо Все Большинство отпечатков Принадлежат Жильцам квартиры Остальные В имеющейся картотеке Отсутствуют Здравствуйте, товарищи А ты что скажешь, Степа? Да хочу оговорить Походили по рынкам Поспрашивали Ну колечко Ну брошь Ну часы Мелочь На это никто Внимание не обращает Примет преступника Не знаем Похищенную же Вторые руки поменяла Боброва врет Что нашла кошку Я выяснил Это не какая-нибудь Дворовая А вот Силантьев Год назад Купил кошку Точно такой породы И где она? У него ее нет Предполагаю, что он Подарил кошку Бобровой Тащик Антонов А мне кажется, что это чересчур Тут весь отдел на ушах стоит А вы мне на полном серьезе Про какую-то кошку рассказываете Я ведь могу отозвать Наградной лист Я этого Силантьева знаю Ротарь Петроградки Признан лучшим в Ленинграде До 24-25-й годы Пять мячей В ворота Силантьева Да Я такого позорного проигрыша За всю свою жизнь не видел Опять Красный Путиловец Вперед вышел Силантьев этот Игрок настроения Это все знают Ты что, не по его Он как дырка становится И от горя, и от радости Нестабилен Вчера вместо него Петров на воротах стоял Хорошо отбивал Максим, а вы действительно думаете Что все дело в кошке? День добрый Здорово, живешь Видели такого здесь? Нет Как нет? Он же приходил к Боброву Ну а про мужа ее что скажете? Нехороший он человек Вредный А она женщина Положительная Добрая И футболист тоже хороший Но только я вам Ничего не говорю Хорошо, хорошо Значит футболист Приходил и днем, и ночью К ней, правильно? Может быть Видели что-нибудь подозрительное Может быть Мысли есть Кто на нее напал Спасибо У меня трое детей А что жить-то будем, а? Милая моя Я здесь при чем? Я на паперки не подаю У мужа своего спрашивают Что он себя так ведет? А что с него спрашивать? Он плачет, обещает Потом опять Бежит сюда Ну хоть три рублика Пожалуйста До получки На Больше не проси Спасибо Спасибо Все, иди, иди Ой Молодцы, мужики. Это Петров? Да, вон. Спасибо. Здравствуйте. Вы Эдуард Петров? Я ищу Игната Силантьева. Мне сказали, вы его лучший друг. А в чем дело? Да разговоры есть. Дома его нет, на тренировке тоже. Ну, если Гошки дома нет, значит он в разгуляе. А на тренировке чего нет? Ну, он обиделся. Его тренер с чемпионата снял. Да пройдет. А в чем дело? Зачем вам Гоша? Да так. Спасибо. С горя пьешь? О ком горюешь? О чемпионате или о марте? О марте. Импосепионате. Да. Кошку ты убил и Боброва ограбит? Я иду, а она стоит. Ты напишешь мне. И мне оторваться в глаза. Сидень, как небо. Это кошку ты убил или нет? Да. Да. Что да? Нет. Так. Вставай. Вставай, вставай. Так, стоп, хватит. Подъем. Синий. Как небо. Я теперь это сиане буду жить. А где тетя Аня? Олечка, тетя Аня, она в больнице, но тебя заберет Максим, он друг Ани. Ты пока поживешь у него, а когда Аня поправится, то ты будешь жить у нее. Хорошо? Я не хочу к нему, я хочу к Ане. Оля, ты уже большая девочка, а Максим, он друг твоей приемной мамы. Олечка, привет. Помнишь меня? Мы знакомы. Не хочу, не хочу к нему. Так, давайте, уводите девочку. Подождите. У нас документы все в порядке. Я не могу вам отдать ребенка в таком состоянии. Ну, дети всегда капризничают, она сейчас успокоится. Знаете, если она себя так ведет, значит, что-то не так, она вам не доверяет. Приводите к Алинину или сделайте так, чтобы Оля сама к вам пошла, но только не сегодня. Все. Разговор окончен. Не говори, Аня. Степаныч не воровал эфир. Мы его отпускаем по разнарядке Гатчинскому аэроклубу. Эфир применяют в двигателях авиамоделей. А почему ночью? Потому что поезд приходит ночью, а днем человек работает. Распустите меня. Я милиционер, я проведу расследование. А фамилию свою не помните. Я буду жаловаться Феликсу Эдмондовичу. Держинский умер. Как умер? Кондра. Кондра убила его. Отпустите меня. Отпустите меня, я милиционер. Отпустите меня. Отпустите меня. Может он и правда милиционер? Я святой Филаре. Ты псих. В любом случае им должны заниматься психиатры и неврологи. Он уже не наш пациент. Сегодня ты швейцарь в Астории, а завтра сторож на стадионе. Тебе это не понять, псина. Потому что ты псина. Ну чего ты встал? Пошли, Шейма, работать надо. Пошли. Пошли. А я сейчас тебя хворостиной. Пошли тебе говорю. Я видел его. Когда приходил на стадион к Силантьеву, он сидел на трибуне с какими-то фройерами, смотрел, как футболисты тренируются. Сыров Виталий Иванович, рабочий. Не похож он на рабочего. Сколько денег простой рабочий при себе носить не будет. Цифры какие-то. Доброе утро. Я ночью обход делаю. Там хулиганы трибуны разбирают, чтобы без билетов на игру пролазить. Гляжу. Мертвый лежит. Вы знаете его? А? Знаете его? Это Сыров. Местный делец. Он на ставки на футбол принимал. Кто выигрывает, кто проигрывает. На ипподроме-то он ему клевал. Так когда его поперли, он сюда пожаловал. Про ипподром откуда знаете? А? Я говорю про ипподром откуда знаете? Так я там тоже сторожил. Сырок там в Таторшу играл. Во что? Тотализатор. К нему ходили, потому что он меньший процент брал, чем через кассу. Пару человек обманул. Крысятину. А за последние два месяца он здесь развернулся. Очередь к нему стояла. Сейчас знатоков-то в футболе. Не меньше в лошадях. Каждый в себе уверен, а он при деньгах. Убийство. Подрался с кем-то. И получил булыжником по голове. Вот, кровь на камне. Пальцы вряд ли есть. Ну, судя по тому, что деньги не забрали, это не ограбление. Нет, и все-таки мне не дает покоя странная связь. Мертвая кошка, воротарь и убитый букмекер. Возможно, случайность? Нет, я так не думаю. На субботу. Этот Бобров скандальный тип и хама. Ходит, понимаешь, и жалобно пишет. Мелочный, жалкий, низкий индивид. Здрасте, товарищи. Я не понимаю, как с ним живет такая привлекательная и добрая женщина. Он скоро собирается уйти от него. К кому? К Селантьеву, он так сказал. Селантьев подарил Бобровой кошку. Не любовники. Его вчера арестовал, я докладывал. Селантьев в тот день был на тренировке, а потом играл с красным путиловцем. Пять мячей дырка пустил. Значит, жена Боброва и Селантьев любовники? Ну да. И Селантьев подарил ей кошку? Да. Теперь следите за мыслью. Бобров об этом узнал, избил жену и убил кошку в порыве ревности, а сделал это в маске, потому что трус и не хотел, чтобы его разбирали на собрании. Зачем он сам себя ограбил? Я вас умоляю, Мефодий Иванович, алиби у него нет. Я ему стандартный вопрос задавал, так он сказал, что гулял в городе и его никто не видел. Вот, сыщики! Немедленно отправляйтесь на задержание Боброва. Этот гад у меня по полной получит. А с сыром что делать? Кто такой сыровый? Убитый букмекер у студиона. Кому он нужен? Впрочем, ладно, занимайтесь этим своим сыровым, а ты, Степа, отправляйся брать по полу. Я со Степой пойду. До больницы меня подбросишь. Тебе все наши привет передают. Суббота сказал, что стих напишет. Вот, шоколад Мефодий передал. Ты Олю забрал? Нет. Там какие-то бюрократические проволочки. Какие проволочки? Федя сказал, что все документы в порядке. Да, все в порядке. Просто в детприемнике что-то оформляют, вот и все. Я завтра заберу, ты не переживай. Привези ее сюда. Да, конечно. Пока. Пока. Что? Да я, да я на вас управу найду. Вы что себе позволяете? Я большевик, революционер. Я брал под штамп. Вы об этом пожалеете? Я с Зиновьев жаловаться буду. Владимир Бобров, вы арестованы по подозрению в совершении инсценировки кражи, нанесении телесных повреждений и убийстве кошки. Ты про под штамп-то не рассказывай. Лучше вспомни, где находился во время нападения на свою квартиру и кто это может подтвердить. Да я вас в порошок сотру. Ты, сука, у меня землю жрать будешь. Вражина, а! Я первый раз в субботу таким видел. Оказывается, он не всегда тряпка. Чего? Представляешь, как он рисковал? Припечатал этого гада прямо в нос. Ну что, Бобров признался? Неа. Есть, говорит, у меня алиби. Он с дамочкой был. И знаешь, что любовницу этого хламона? Кто же? Дочка Лукьянова. Председатель ревизионной комиссии. В субботу аж попрыгнул на метр, когда узнал. Хана теперь этому Боброву. Ну и семейка. Муж с дочкой начальника, а жена с футболистом. Так смотри, что получается. Кошку убивают в пятницу. В этот же день Силантик пропускает пять мячей подряд. И в эту же пятницу в записной книжке у букмекера появляется большая сумма денег. Совпадение? Таких совпадений не бывает. А вот дальше. В следующем матче на ворота ставят Петрова. У букмекера в записной книжке большая сумма денег заряжена на проигрыш. Петров не пропустил ни одного мяча. Петроградка выигрывает, а букмекера убивают. Все просто. Суров заплатил Силантьеву за то, чтоб тот пропустил голы. Его выгоняют, а Петров пропускать отказался. Ну и сурового жулики убили за то, что проиграл их денежки. Может быть. А кошка при чем здесь? Андрей Кузьмич, я по поводу земляники. Рассказывай. Очень странно, но похоже на правду. По словам осведомителя, земляника с бандой отправился в Ленинград и не вернулся. Как на конь-то поперлись-то, а? Никто не знает. С ними были осень, глаз, самокат и лимончик. Понятно. Самые приближенные. Угу. В результате за место главаря в городе развернулась настоящая война между бандами Шиша и Дули. Для того, чтобы узнать более подробные сведения, надо разговаривать с бывшим членом банды земляники Шишом. Тот сейчас находится в больнице, поскольку на него напали люди Дули. В какой? В центральной губернской. В центральной. Ну что, надо поехать побеседовать с этим, как его? Шишом. Шишом. К нам комиссия приезжала. Мы держим этого Шиша в специальной палате. К нему представлен красноармеец. Устите меня, я милитания. Я буду жаловаться. А фамилию не помнишь? Нет, я милиционер. Максим! Желаю, товарищ начальник. Ты что-то делаешь? Отставить! Отпустите вы его! Макс. 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 Дорогой. Макс. Ты что-то это! Рыжков, Рыжков! Да, спишь что ли? Чего? Ты не помнишь, Мефодий говорил, точное время нападения. Чего? Во сколько точно убили кошку? Ну, где-то около семи. А матч в семь начинается. Ну? Что «ну»? Все ясно. Спи давай. Садовая, двадцать два тринадцати. Спасибо. До которого час у них тренировка? До пяти точно будут тут. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ следователь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как продвигается расследование убийства кошки? Да то дело даже не в кошке. Человека убили. Вы не против, если я попинаю немного, а? Ты еще лет не играл, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А встаньте, пожалуйста, на ворота. Ну, так, просто ради забавы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оп! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажите, а вам же очень хотелось перейти из запасных в основной состав, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы мечтали, вот бы Селантьев проиграл, подвел бы команду, и у вас появился бы шанс. Но Игнат все не проигрывал и не проигрывал. А вам очень хотелось занять его место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Товарищ следователь, я не понимаю, зачем ему проигрывать. Я об этом даже не думал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думали, думали. Ну, нужен был толчок. И тут появляется сырок, который говорит, что если Петроградка проиграет в нужной игре, то вы получите неплохие деньги. И вы решаетесь убить двух зайцев сразу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой сырок? Какие-то глупости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы прекрасно понимаете, о ком идет речь. В Ленинграде всем известно о тонкой душевной организации Силантьева, о его неуравновешенной психике. И вы придумываете хитроумный план, имитируете ограбление, избиваете Боброву, женщину лучшего друга, а потом убиваете кошку. И перед матчем сообщаете об этом Силантьеву. Товарищ следователь, я не мог этого сделать. Я же был здесь, на стадионе. Ну, этого никто не видел, и подтвердить этого никто не может. Силантьев встал на ворота в расстроенных чувствах. И так и не смог сосредоточиться, и пропустил пять голов подряд. После этого тренер отправляет его в отпуск, и опыта вас назначает в основной состав. Ну, а сырок платит вам деньги. Знаете, в чем ваша ошибка? Вы переборщили, когда начался матч, Боброва была еще без сознания. и о нападении никому сообщить не могла. О нападении мог знать только нападавший. То есть вы. Вуаля! Хватит уже отпираться. Вот это и все остальное мы у тебя в квартире нашли, в присутствии понятых. А солька ты убил, потому что он заплатил тебе мало денег. Вы не понимаете, тут дело-то не в деньгах. А в чем? Тогда тренер поставил меня на ворота, Сырок снова пришел ко мне и предложил проиграть. Я согласился. Я подумал, что так и так проиграю. Но во время игры я отбил один удар, потом другой. Взял тяжелый мяч из угла и потом из-под перекладины. Я почувствовал, что я лучше Силантьева. Я не мог проиграть. Это ведь футбол. Ну, Сырок решил посадить тебя на крючок, так? Ну, как это называется? Я тебе заплатил, ты обещал, угол не пропустил. Ты мне должен. Сколько? Ты должен на меня работать. Мы так не договаривались. Я вратарь, я не могу пропускать. Вратарь, ты думаешь, я не догадался, что ты друга подставил? Кошку убил. Хочешь, чтобы об этом все узнали? Как? Я не собирался его убивать. Ну, конечно. Но это ты рабоче-крестьянскому революционному суду расскажешь. Уведите. Представляете, Максим, одна маленькая кошка решила судьбу сразу нескольких человек. Бывает же такое в жизни. Да, всего одна маленькая кошка. А птичий рынок до скольки работает? До которого час? До семи. Олечка. Привет. Смотри, кого я тебе принес. Смотри, не бойся, погоди. Вот умница. Дети, дети. А ну все по местам. Миша, Оля. А вы кто такой? Кто вам разрешил здесь находиться? Я за Олей переходил. Вы меня не помните? Да подождите. Нравится? Аня. Ты как здесь? Ты обещал ко мне привезти Олю. Так поздно было уже. Меня его не пустили. Ты что, сбежала? Как я устала от этого. Ты все время так. Все время мне врешь. Это кто у вас? Это Марта. Марта. Привет. Привет. Нет, ты. Нет, я. Ты. Аня. Ты меня спрашивала, кто я. Я готов тебе все рассказать. Мне нужно. Ты уже сказал. Ты человек. Хороший человек. И любимый. Мне больше его не можно. Мы нанесли по преступности удар. Образумили. До воровства охочих. Наступит время. Освободим от них навсегда. Страну крестьян и рабочих. За службу и проявленный героизм оперуполномоченный Калинина Анна Андреевна награждается именными часами управления рабочей христианской милицией. А теперь главный виновник нашего собрания, следователь рабочей христианской милиции Антонов Максим Дмитриевич. Давай, 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 Максим. Поднимайся. Не стесняйся. Поднимайся. Давай. Вот тебе тоже. Часы. Я хочу поблагодарить коллег. Это человек-самозванец. Арестуйте его. Настоящий товарищ Антонов. Вот. Вот. Арестуйте его. Настоящий товарищ Антонов. Арестуйте его. Настоящий товарищ Антонов. Антонов. Продолжение следует... Продолжение следует... Пантелеин Акентьевич, мы тут работаем. Ой, это ж сапожник наш, Олег Аджиев, во второй квартире живет. Один проживает? Ага. Жена умерла, с братом не ладит. Это кто? Соседка. Вы читать, писать умеете? Другого свидетеля найдите, который хотя бы протокол сможет подписать. Я не знаю, как у вас тут в Ленинграде, но мы в Новгороде привыкли работать быстро, по инструкции и раскрывать преступления по горячим следам. Продолжение следует... Я же являюсь главой следственной комиссии по делу Родионова. И вашей халатности, позволившей ему проникнуть в ряды милиции. Поэтому вы переводитесь в рядовые сотрудники и поступаете в подчинение к товарищу Антонову. Это не положено... Временно. Временно. До решения следственной комиссии. Товарищ Антонов, а вы назначаетесь начальником уголовного розыска. Положите о состоянии текущих дел. На данный момент в приоритете одно дело. Убийство Сапожника Али Гаджиева. 880 года рождения. Так. И какие у нас тут перспективы? Убийство явно бытовое. Ценностей Сапожник не имел. По биографии не судим. И по инвалидности не воевал. Криминальных связей не имеет. Раскроем быстро. Ну и отлично. Вы, товарищ Антонов, должны проявить себя. В вашем положении очень важен результат. Не сомневайтесь. Ну что ж, товарищ. Работайте. Ну что, доктор? Спешу вас обрадовать. Алечка. Динамика положительная. Угроза заражения миновала. Рана заживляется успешно. Так что, скоро выписываемся. И сможете работать. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Оленька, собираться надо. Не положено, Анна Андреевна. Вам нельзя к задержанному. Что значит нельзя, Саша? Ты что, меня не узнаешь? Я сотрудник рабочей крестьянской милиции. Я вас прекрасно узнаю. Но вот именно для вас вход к задержанному запрещен. Так, это уже слишком. Я буду жаловаться товарищу Субботе. Ему самому нельзя. Ни ему, ни Рыжкову, ни Гончарову. Приказ нового начальства до вывода в специальной комиссии не положено. Извините меня. Анна Андреевна приходила. Просила передать. Ее саму пустить не могу. Спасибо. Как она? Жива, здорова. Люблю, говорит. Ей что-нибудь передать? Скажи, что прошу прощения. И тоже люблю. Смешные вы. Та люблю, этот люблю. Как дети. Так, ну и что? Что-либо заключать еще рано. Это вот что? Это нож, найден недалеко от места убийства в Канаве. А почему вы мне сразу не рассказали? Палки в колеса ставите? Улики скрываете? Отнюдь. Дело в том, что... На ножа что? Следы крови, отпечатки пальцев. Мы подняли картотеку. Гаджиев Муса, брат сапожника, ранее привлекался за мелкое хулиганство. На ножи его пальцы, но... То есть так вы в Ленинграде работаете? Да. У вас есть труп, есть ножевое ранение, есть отпечатки на ноже, а вы сопли на кулак наматываете. Данные на этого Мусу есть? Так точно, он мясник, но... Товарищ Шишков, все-таки за мной. Вы распорядились, обижаем. Это приказ. Сюда без халаты нельзя. Ты, Гаджиев. Вот он. Гражданин Гаджиев, вы арестованы за убийство брата, Али Гаджиева. Кого? Какое убийство? Где мой брат? Что с ним? А вот это ты нам сам расскажешь. Признаешься, отсидишь всего шесть лет, выйдешь человеком. Я не убивал брата, меня в городе не было. Да? А откуда ж ты знаешь, когда его убили? Мне неделю не было! Иди сюда. Мне нужно раскрыть дело по горячим сегам. Завтра утром крайний срок. Потом твое признание значения иметь не будет. Опаздывайте, товарищ Рыжков. Еще пять минут. Оперативник должен быть на месте за пятнадцать минут до начала работы. Поехали, у нас новое убийство. У вас в Ленинграде преступление на преступление. Я так скоро генералом стану. Вы кто? Дума прав. А вы? Дворник. Знаете, кто это? По домовой книге Дунюшкин, Викентий Савич, но близко не знал его. Бухгалтер в артеле работает. В какой артеле? По домовой книге в артеле «Маяк». А вы что стоите, товарищ Рыжов? Вы не видите свидетелей ботва? Быстро по квартирам найдите мне свидетелей, которые видели и слышали. Рыжков я. Характерная рана. Странно. Похоже, на случай с Гаджиевым. Не выдумывайте, товарищ Гончаров. Убийство Гаджиева – это семейные дрязги. А здесь явно деньги замешаны. Никто просто так бухгалтеров не убивает. Вам виднее. Вот сосед. Говорит, что слышал ругань, а потом видел, как из парадной человека выходил. А кто это был, знаете? Рабочая артеля. Сашка Степанов. Он в соседнем доме живет. А в чем суть конфликта? В эти-то... В зарплате. Ну, Сашка считает, что Викентий неправильно ее начисляет. Но он постоянно. Как выпьет. Об этом на каждом углу орет. А во сколько это было? В шесть. И судя по окоченению трупа, Днюшкина убили как раз в это время? Ведь так, Мефодий Иванович? Скорее всего. Но есть нюансы. Печь в парадной могла быть затоплена. Убийство могло быть совершено и раньше. Поехали на задержание. Да не резал я никого. Ха-ха-ха. Еще один ангел. Я вам тут все камеры заполню. Покажу, как надо работать. Таким образом, убийство Гаджеева и Днюшкина практически раскрыто. Преступники пойманы. Заключены под стражу. И под грузом неопровержимых улик вынуждены будут сознаться. Ну что ж, товарищ, неплохое начало. Я вас поздравляю. Товарищ Козлов, а я не согласен с выводами товарища Антонова. Так. Ну, во-первых, мы проверили. У обоих задержанных есть железное алиби. Во-вторых, нож, найденный на месте убийства Гаджеева, разделочный. На нем свиная кровь, а не человеческая. И он не соответствует ранее на теле Гаджеева. И в-третьих, время, когда свидетель видел работника в доме Днюшкина, не соответствует времени убийства Гаджеева. Это заключение нашего эксперта. Так, подождите. Вот заключение эксперта. По ножу и времени убийства. Ваше. Так. Рана не соответствует. Хрусть винае. Время. Что? Саботаж. Документы надо читать, прежде чем... Рыжков. У нас еще одно убийство. Макруха Иван Кассандрович. Непман. У него гостиница и фабрика. Богатый, важный человек. Но он всегда здоровался. Товарищ Рыжков, пробегитесь по соседям. Рыжков. Не слышите меня, что ли? А? Чего? В ушах звенит. Не клеится служба, когда разрушена дружба. Ножевая рана. Вот предполагаемое орудие преступления. Нашел около тела. Отпечатки пальцев довольно четкие. Опять провести меня хотите? Фальшивые ножи, лживые протоколы. Против меня работаете? Посмотрим. Посмотрим. Фабрика убитого товарища Макруха выполняла важный правительственный заказ. Три убийства подряд. Меня в линсовет вызывали. Дали два дня. Вам ясно, товарищ Антонов? Так точно. Товарищ Антонов не местный. И он не знаком со спецификой нашего города. Могу я высказать пару соображений? Все три убийства совершены, скорее всего, одним преступником. Товарищ Гончаров. Подождите, Антонов. Я дам вам слово. Продолжайте. Благодарю вас. О ноже, найденном у Макрухи. Судя по ранам на телах жертв, преступник использовал этот нож. И, боюсь, останавливаться не собирается. Так, значит, назначаю в этом деле старшим... У вас, товарищ Суббота. Беритесь за дело и помните, если снимут с должности меня, следом полетите и вы со своей. я не прощаюсь, товарищ. Как выкручиваться будем? Нам нужен Максим. Ну, то есть, Миша. Михаил. Родионов. Смешно вам? А мне не на смех, а? Комиссия назначена. Как вы допустили до работы уголовника? А вы обратно его вернуть хотите? А я поддерживаю, Анну. Без него нам дело не раскрыть. Товарищ Козлов. Я понимаю, что на вас давят. Легко заработать плохую репутацию, находясь на временной должности. Я постараюсь вас выручить, но для этого мне понадобится подкидыш. Он же Родионов. Товарищ Козлов, твой Родионов преступник. Это не доказано. Он не привлекался, не сидел. Его взяли. Но это расследует комиссия. Он нам нужен. Он вам нужен. А если еще одно убийство? Я могу его отпустить из-под стражи, но только под твою личную ответственность. И только на один день. Завтра утром на совещании он должен предложить версию. Если рабочей версии не будет, он отправится снова в камеру. Понятно? А если он раскроет дело? Ну, тогда мы его освободим из-под стражи. Но помни, под личную ответственность. Прошу любить и жаловать. Михаил Родионов. Он же подкидыш, он же Максим Аханов. Миша, ты читаешь дело Мокруха, я Гаджиева, Степа Соленюшкина. Так, Ифу Диланович. Пантелей, Накиньич, я вас попрошу записывать. Идем по датам, ищем совпадения, потом будем сравнивать. Такс. Никаких совпадений или связей. Убитые обычные люди. Да. Докладывать начальству нечего. Миша, придется тебя обратно в камеру. Миша, не субтитры. Товарищ Суббота, скажите, ваша комиссия выполняет функцию судебного органа? Дисциплинарного. Внутреннее дело милиции. Судебная система СССР восстановлена. Если комиссия признает тебя преступником, то тебя будут судить. Кстати говоря, Мокрухов в 16-17 годах избирался судьей. А судья должность такая, связанная с криминалом. А остальные двое? Они никакого отношения к суду не имели. У них ни судимости, ни арестов не было. Я не знаю, как сейчас. Мне рассказывали, что до революции в суде заседали присяжные, в которых призывались самые, что ни на есть, простые люди. Хочешь сказать, что все четверо могли участвовать в одном судебном процессе? Да. Так. Суд сегодня уже закрыт. Нас никто не пустит в архив. Он его не откроет. Мы не успеем проверить эту версию до утра. Успеем, товарищ Суббот. Успеем. Мы милиционеры, а не преступники. Мы не будем взламывать архивы и позорить милицейскую честь. А я за. В наше время честь определялась как благородство души и чистая совесть. Ни тому, ни другому, мне кажется, предложение Миши не противоречит. Я вас прошу, понедельник, накиньте все. Ладно. Нужно всем надеть простую неприметную одежду. Как только стемнеет, встречаемся у здания суда. До встречи. Мы не едем. Пойдемся. Поленька дома? Ага. Отправляйся к ней, мы справимся без тебя. Тебя поправляться надо. Я больше тебя не оставлю. А он потом в Костроме на набережной гиппакт. Сколько там охранников? Один. Туберкулезный. Слушай, он обычно спит. Кому нужен суд? Но он в коридоре сидит. А в архиве двери Дубова и стены толстые. Если тихо войдем, он не услышит. А выйти окном можно. Главное, чтобы он лица твоего не увидел. Если что, тюкнешь его по башке легонько. Ну вы прямо банда, а? Сейчас уйду. Тихо. Ну все. Пошел. 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 Теперь не страшно. Отсюда ничего не слышно. Здравствуйте, товарищи. Приветствую, товарищ Антонов. Ну, что у нас, товарищ гражданин Родионов, вы ознакомились с делом? Есть какие-нибудь соображения? Да, нам удалось установить связь между этими тремя убийствами. В шестнадцатом году Мокруха, будучи судьей, вынес обвинительный приговор. По делу о разбойном нападении на ювелирную мастерскую некоему Михаилу Чернову, по кличке Черный. Ну, а Гаджиев и Дунюшкин в том процессе принимали участие в качестве присяжных. Получается, что он убивал из мести? На месте убийства Мокруха найден нож с отпечатками пальцев. Я проверил по картотеке, это пальцы Черного. Ему дали двенадцать лет отбывать наказание под Красноярском. Месяц назад он оттуда сбежал. Чтобы добраться до Ленинграда, ему как раз понадобилось это время. Таким образом все сходится. Итак, убийца нам известен, теперь осталось только его поймать. Черный убивает присяжных, их, как известно, двенадцать человек. Нужно выяснить, где находятся остальные. Каждому приставить охрану. Черный нападет на одного из них и попадется. Мы уже все выяснили. Остальных присяжных в городе нет. Кто-то эмигрировал, кто-то погиб, кто-то потерялся. Тогда надо распечатать и повесить по всему городу портреты Черного, чтобы... Так и его спугнем. Мы спугнем. Вы угомонитесь вы, товарищ Антонов. Не мешает людям работать. Вашу работу мы уже видели. Пантелей Накиньевич. А ведь у него же могли бы быть подельники. К сожалению, дело об этом ограблении в архивах сохранилось не полностью. Известен только приговор, имя судьи и фамилия присяжных. Были у него подельники, не было у него подельников. И этому ничего не известно. Слушайте, а неплохо. Очень даже ничего. Есть о чем докладывать. Молодцы. Молодцы. Сиди. Миш, ты ведь знаешь, что бота против меня интриги плетет. Я ничего такого не слышал. Слышал, слышал. Дают мне неверные сведения, подставляют перед Козловым, очерняют. Так вот. Это очень глупо с их стороны. Работать им осталось до комиссии. Потом начальником стану я. Ты ведь учишься? Следователем хочешь быть? Хочу. Ну так вот, если ты что-нибудь увидишь, услышишь, сообщи мне. Я не понимаю, что за резону черного убивать людей спустя столько лет. В воровской среде такое возможно, если приговор вынесли невиновному. Тут все доказательства налицо. Но люди всякие бывают. Может, мстительные? Да тут мстить не за счастью. Взяли его с поличным. Сам он во всем признался. Друзей не сдал. Отправился отбывать наказание с чистой совестью. Может, в тюрьме что-то случилось? Надо отправить в Красноярск запрос. Пусть и расскажут нам про этого черного. Давай по домам. Спать хоть иногда надо. Кто там? Аполлон! Привет, Шлемансон. Мне сказали, вы на нарах. Да ну? А вы здесь в качестве милиционера или в качестве жулика? Я к тебе, Шлемансон, в качестве раввина. Да? Одно лицо, скажу вам по секрету. Вот. Будешь мне исповедоваться. Да? Да. Я это дело хорошо помню. Золотишко через меня проходило. Но правда не все. Половина где-то осела. Ну, а черный в деле с кем был? Кузель. Витька Кузякин. Где-то пропадал. Недавно появился. Нищебродит. Главе промотал. Мелочевку по карманам тыбзит. А если черный вернется, куда пойдет? К Кузелю, конечно. Черный его не видел. Все взял на себя. Да, Кузель ему должен, должен. А где живет, знаешь? Нет. Родители где-то живут рядом. На якорной. Но где, не знаю. Ладно. Спасибо. А вы сейчас в каком ранге находитесь? В относительно свободном. По секрету вам скажу. Товарищ Антонов. Звонил этот. Родионов. Велел передать Рыжкову, чтобы... Подожди. Велел передать Рыжкову, чтобы тот нашел адрес с некоего Виктора Кузякина. Тише ты, тише. Некоего Виктора Кузякина. Якобы он подельник черного. Молодец. Я тут в перерыве сходил в адрес, но и сам нашел адрес. Вот. Ну, ты настоящий следователь. Считай, что ты уже в штате. А что мне передать Родионову, когда он вернется? Ну, так скажи, что доложил старшему по должности. Когда он появится, будет уже поздно. Нет, меня интересует, сколько он у вас пролежал. Где-то месяц. Им никто не интересовался? Мы когда поняли, что он, возможно, милиционер, мы его даже сфотографировали. И отправили медбрата в милицию, чтобы он рассказал, какой у нас пациент. А там сказали, что придут. Но так и не пришли. А скажите, пожалуйста, вы можете прислать газету с портретом Антонова в больнице? Можем. Спасибо большое. Ценный бандеролью и срочно. Так. Записываю. Ленинград. Центральный округ. Ты Кузякин? Да, че? Где черный? Кто? Черный. Где? Не знаю. Неправильный ответ. Я на работе его спрятал. Где? На рыбазе. Показывай. А что я мог сделать? Он ворвался ко мне домой. Говорит, спрячь. А то убью. Вы его не знаете. Он зверь. Если соврал, пойдешь как соучастник убийства. Я не знал. Я не знал, что он начнет убивать. Я вообще ничего не знал. Вот здесь? Да. Садись. Афо мне прибыль. Афо я чужел. Достранец. Афо趕. Тихо. Успас. Вы, товарищ Антонов, нарушили инструкцию. Вы упустили бандита. Убийцу. Но не это самое главное. Вы умудрились потерять табельное оружие и удостоверение. Он меня подставил. Откнись. А чё заткнись-то? Чё сразу заткнись? Теперь чёрный меня точно жухнет. Он не дурак. Понял, что я его выдал. Не жухнет. Вот что мы сделаем. Мы тебя посадим в камеру в отделении и посидишь там, пока мы его не поймаем. Понятно? Я в отдел. Товарищ Родионов, я думал Антонову можно, он ведь начальник. Виноват. Да всё в порядке, Миша. А чё? Тут телеграмма из Красноярска пришла. Заскани не имел. Пользовался авторитетом ТЧК. До конца срока остался год ТЧК. И что? На зоне он был кум-королю. У него было всё. И жратва, и женщина, и деньги, и выпивка. Всё. После десяти лет отсидки убегать, чтобы отомстить какому-то мелкому жулику, я не постигаю. Мефодий Иванович, вы досматривали его вещи? Там ничего примечательного. Разве что вот это? С новым 1917-м годом. Лиза, почерк явно детский. Может, дочка? А? Стёпа? А? А где у нас дело Чернова? Где он проживал? Ну что ж, дочь, зять. Я говорить не умею, не обучен. Распорядитесь, как решите. Детки, времена грядут хорошие, светлые. Дай вам Бог счастливого будущего. Ну, за вас. Горько! 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 Я сейчас приеду. Я ненадолго. Горько! 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 Не надо мне вязать, я сам. спасибо я не сказал ей что я сбежал сказал отпустили никого не убивал теперь это не важно теперь уже ничего не важно так ты к дочери сбежал я должен был привести ее к алтарю куда столу джиниху какая разница трогай-трогай мать умерла не дело чтобы девочка была одна я никого не убивал смысла не было а кто тогда макс миш ты субботе гипотезу не разрушай сам говорил он убийца чего за пятки ходим потому что он говорит а чего наручники сними на выход как а черный а мне знать не велен сказали освободить в 12 может взяли твоего черного начальства нет пошли зачем меня подставил говорю год считай до трех не убивай меня захар не убивай зачем судью убил а сука он я ему тогда в семнадцатом половину золота отдал что он тебе отмазал а он не отмазал и на нашем золоте разбогател морда он фабрику построил а ты чё не разбогател а я я не смог захар ушло все как песок между пальцами все ушло я ведь захар как босяк хожу когда макруха узнал что ты сбежал прибежал ко мне дрожал боялся что ты будешь мстить но я его успокоил объяснил ему что по воровским понятиям этого не будет но он мне мысль подал а а как денег купить и чистым выйти на меня повесить прости захар я спопутал захар брату помоги нарежь муск сколько лет сколько один а захар давай со свиданецом хорошо ты здесь устроился богато ну судью ладно остальных то за что порешил а чтобы выглядело все как месть я думаю что тебя как особо опасно оживем брать не будут не трогай меня захар я все тебе отдам бриллианты у меня дома крыса ты и тварь доброго денечка и а а Гражданин Родионов! Гражданин Родионов! Вам следует вернуться в камеру Подожди, товарищ Козлов Мы же обещали отпустить Родионова, если он раскроет преступление А это не мне решать Это пусть комиссия решает Как же так? Донакин Сич, все в порядке Он меня обманул, как мальчишку, гад! Мы ему преступление раскрыли, мы его авторитет подняли А он с нами как со щенками Товарищ, субботы не причитайте И дело не в нас Дело в том, что они Мишу больше не выпустят Они уже все решили У меня она права Что делать будем? Надо подготовиться к комиссии и выступить Всем Я уже кое-что нарыла на товарища Карпачева Товарищ Карпачев Товарищ Карпачев Всквените, пожалуйста Ну и что? Помимо этой губернтской газеты, которая в обязательном порядке отправляется во все отделения милиции По сообщениям сотрудников Новгородской больницы номер один, в которой лежал товарищ Антонов Эта фотография была отправлена лично начальнику милиции То есть вам Ну, это еще надо доказать Да Но это еще полбеды Все мы прекрасно помним, как вы в пьяном виде Называли Михаила Родионова, он же подкидыш Именем Максим Антонов Так что мы с вами проявили одинаковую халатность Возможно, если бы вы были более бдительны Нам бы сейчас не пришлось оправдываться Что вы предлагаете? Дайте показания на комиссии Что вы привлекли товарища Родионова к секретной операции Что вы внедрили его в банду Мне сказали, что вы меня искали Да, товарищ Антонов, пожалуйста Ну что, позвольте вас поздравить? С чем? Вас вызывают в центральный аппарат в Москву И предлагают вам высокий пост Спасибо Не за что Вы до конца дочитали? Да Там написано За успехи в работе в ленинградской милиции Так Вы знаете, есть одна очень неприятная деталь Сегодня состоится заседание комиссии И если она решит, что Что мы проявили халатность И приютили у себя бандита То получается, что Преступления, за раскрытие которых вас повышают Раскрыли вовсе и не вы Вызов могут отозвать Я предлагаю выход Я же просил, товарищи В зале не курить Ведомственная дисциплинарная комиссия Пришла к выводу Что совместные действия Новгородской и ленинградской милиции По поимке особо опасной банды Оказались правильными И мы будем ходатальствовать О награждении товарищей Субботы Карпачева И Антонова Товарищ Родионов проходит по делу Как добровольный помощник милиции Но Но Выяснилось одно неприятное обстоятельство Внедрившись в банду И выдавая себя за жулика Гражданин Родионов позволил себе Недостойную Я бы сказал Преступную выходку Он глумился над вождем нашей революции Товарищем Лениным Он изображал Владимира Ильича Корчил рожи И всячески выказывал к нему неуважение К тому же Он разбил одну из первых в нашей стране Статую вождя Поэтому Гражданин Родионов Будет находиться под стражей Пока революционный суд не решит его судьбу В ближайшее время Вас отправят в Новгород Все? Аня, ты что творишь? Аня, ты же комсомолка У тебя девочка Это же преступление Преступник тут я Послушай меня, послушай Тебе повезут завтра Конвоиры наши В субботу даст им приказ Отвезти письмо в нарком труд А сестер подцепит Одну из конвоиров Порошок сены На проспекте Володарской ванне Остановится Один из них побежит в туалет Другой в нарком труд Ты сможешь открыть наручники И вылезти из будки А на другой стороне дороги Мы тебя будем ждать Время вышло, Анна Андреевна Субботу Продолжение следует... Тихо, ты сиди Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что он делает? Той, той Русский... Миша, побежай Бежать Бежать Миша Тебя же расстреляют Нет Дадут пять Выйду через три Я лучше рискну, но блатным не вернусь Достану человека Я стану Достойным тебя и воли Если дождешься, конечно Но не реви Тихо Все 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 Пиша 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 Папитый Поехали! Поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...